Доброе утро, друзья! Мы продолжаем с вами, это примерно 25-я, а может быть и позже, серия, которую называю я «Лучше один раз услышать». Почему? Потому что я предоставляю широкий выбор – слушать, смотреть или слушать и смотреть вместе. Важнейшая тема, забытая с 30-х-40-х годов. Если когда-то гремели громы и сверкали молнии, вся страна, научная страна, ставила на ушах, то сейчас кладбищенская тишина, а вокруг мёртвые деревья стоят. Ну, мы уже продолжаем. Вот эта вот дискуссия я разбил на части, потому что у меня, кажется, более получаса современному человечеству трудно усваивать материал. Прошу не обижаться, но когда я делал 2-3-4-часовые фильмы, вот тогда на меня обижались. Так что пусть будут короткие. Вот, начало положено, это очередная серия. Вот, сейчас мы с вами продолжим. Итак, от эмоций к делу, отвечу вслед за Горнауловым. Горнаулов вступился за меня, когда, уважаемая дама, в мире начинается с буквы «З». Вот, обвинила меня половой вакханалией. Продолжаем разговор с этого места. Чуть-чуть вернулся назад для более понятного понятия. От эмоций к делу. Отвечу вслед за Горнауловым так, чтобы даже последнему двойщику по биологии стало понятно. А половой вакханалией, я обращаюсь к госпоже Ж. Ваш странный термин. В природе, в отличие от сельского сообщества, нет понятия нравственности. Только принцип естественного отбора и без альтернатив. Чтобы вас зачать, к примеру, сотни тысяч сперматозоидов с бешеной скоростью мчались в сельцеклетки, и к финишу приходил самый-самый. Вот. И тут в наших садах природа тратит бесчисленное количество пыльцы на каждый пестик. Почему? Жизнь в жутчайших условиях. Вот почему. Расточительство, но без половой вакханалии не обойтись. Пусть при этом с годами и десятилетиями размываются черты привычных нам сортов, это неизбежно. Один из моих постулатов. Моносады – путь деградации. Вспомните миллионы деградировавших вишневых садов. А новые характеристики, появляющиеся у потомства в смешанных садах, дают шанс именно для более суровых мест, именно России. И, наконец, мы подходим к решению проблемы, все же сохранения чистоты сортов. Правильно, уважаемая Зе, я о прививках, то есть о клонировании. О микроклонировании, вы, госпожа, пишите. Микроклональное разложение, там действительно получаются клоны. А теперь я, Железов. Внимание всем! Микроклонирование, выращивание деревьев из клеток. Это второй путь после выращивания из почек. Страшный тупик и мертвые сады. Почему я сказал из почек, а не из семечек? Потому что мы сейчас говорим о прививках, о вегетативной гибридизации. Повторяю, микроклонирование, выращивание деревьев из клеток. Страшные тупики мертвые сады. Да, клоны, но абсолютно непригодные для климата России. До осознания наука и практика еще миллионы мертвых садов. Миллионы, миллиарды выборочных денег. И все это такие, как вы. Ни черта, ни смыслащих в садоводстве книжных специалистов. Но это уже другая тема. Кстати, отступление от текста. Я Железов ищу до бесконечности. 20 лет я твяжу. Покажите мне взрослого клонирования дерева. Ведь это же превзросло все, 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 что только можно. Вот. Сейчас, где у меня тут оно есть. Сейчас, 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 сейчас. Не хотел бы отвлекаться, но... Ну, 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 ну. Неужели не найдут... Плохо, значит, готовился. Ага. Вот смотрите. Вот это вот гигантская система микроклонирования. Гигантская! Вот. Получается вот такие вещи. Внимание. Вот это все производится. Так. Сейчас мы, это, можно сказать, отвлекаемся, можно сказать, не отвлекаемся. Вот это все целое направление в науке, а потом и в практике. Вы понимаете, что это все абсолютный тупик, как только касается... Вон они справа. Как только касается саженца. Это самое... Такой тупик. И потом, когда я взял, для примера, самое-самое-самое раскрученное, видите? Самое раскрученное, да? Добро пожаловать на сайт компании. Вот. Куда оно потом девается? Дело в том, что я потом набрал про, мол, успехи наших этих, где-то-то оно их сейчас поищу. Если сходу найду. Наши услуги, наши публикации, фотогалерея, отзывы. Ну, отзывы всегда я с обычного хозяева сайта, сами. Сами все это делают. Помогут заказы, ответы. Вот, публикации. Наши партнеры. Так, сходу найти не удалось. Короче, там полсотни фотографий успеха наших клиентов. И только на одной фотографии что-то похожее на взрослое дерево с непонятными плодами. Все! Вот. Не верите, потом сами найдете. Мне сейчас время терять жалко. Я сейчас о главном. Итак. Подчеркиваю, это все правда. Я же вам показал адрес. Набирайте микрохон, и вы там. Разное. Еще раз. Для родителя. Для опыта. А получили псевдокопию. Больное несчастное существо. К тому же оно возьми и умри. А разве точная копия смогла бы умереть? Если она точная. Извините за метрский тон от садовода-любителя, госпожа, в кавычках, учитель Зе. Но вы многого не знаете. Вы слышали звон. А ведь я ни разу в жизни не применил термин вегетативное клонирование. Ни разу. Чтобы не быть плагиатором, вы меня по морде лица. Ну что ж, поэтому ты организовал небольшой ликбез вместе с уважаемым Владимиром Терентьевичем. Глядишь, вам пригодится. Учебники тоже не безгрешные. Их люди писали. И от страшной последствии практики выращивания саженцев, терраклонов и саженцев-микроклонов надо предостеречь миллионы ни в чем не виноватых садоводов. Да, наш маленький кружок садоводов без специального образования противостоит гигантской машине по противоводству абсолютно негодных саженцев, чем апологетом вы, к сожалению, являетесь. Причем явно вы из их неуважаемой нами группы, тех оппонентов, что пишут мне, вы не правы, а я вот сам не выращивал, но читал. Кстати, вы не правы, а я не выращивал, но читал. И далее ссылка на авторитеты. С риском для репутации терять мне нечего, все равно вы ее заборали. Применю парадоксальный термин. Клон, клон, рознь. Итак, фото. Перед нами мои любимые клончики. Уж позвольте их называть так умилительно-уменьшительно. Представьте себе, все они дети одной взрослой мамы. Ягодные яблони сибирки. Ни одного сеянца. Почему я так утверждаю? Потому что я их все выкопал, перенес себе в сад, привил и выросил сад, и еще и продал. Сад с мировым, сортом мировых стандартов. Вот они, сибирские клончики. Все отводки от одного корня. Ну, глядитесь. Все разные. Так вот, вы им, частям одного целого, отказали праве называться генетическими копиями. А бедные, нежизнеспособные овечки Доли дали такое право. Овечка Доли не знала, что она генетическая копия и умерла. Вот если бы знала, если бы ей объяснили, была бы жива. Вот, повторяю. Овечка Доли не знала, что она генетическая копия и умерла. А эти неправильные клоны, с фото номер 1, переехали в питомник, фото номер 2, и стали королевами сада, будучи привитыми. Вот они привились. Вот они. Прямо с тайги. Мой сын Сергей Железов, Сергей Валерьевич. Вот. Выходит в ряды ведущих садоводов России, о чем еще он сам не знает. Потому что, ой, это самое, скромен до невероятности. Вот так вот. Вот ведь как мы неправильно создаем более-менее похожие растения. А вы даже и без полового кханали, если, правда, ученые, этого делать не смогли. И уже, согласно паническим публикациям в СМИ, потеряли чистоту наших лучших отечественных сортов. Как кто? Апорт Ланматинского, Пепина Шафранного. И Антоновки обыкновенные. Хотите их попробовать, первозданное? Смените гневную милость и приезжайте ко мне в Сибирь. Ах, это унизительно. Я хоть к какому-то железу. Тогда вот вам ролики. Смотрите издаля. Вот эти два великолепных, блестящих фильма. Их почему не показали по всей России. Вот. Это красавиатское телевидение снимало в наших лучших садах. С моей подачи. Возможно, господа Зе не поняла. И еще, кстати, вы их наберете запросто, вот набирая жизнь окнами в сад. Вот это, русскими словами, вы попадаете на Ютубе, в Яндексе, в Гугле, вы попадаете в эти сады. Вы, причем, лучше Валюдов, а потом, а не потом Валюдов, когда выйдете. То, чего не может быть никогда. То, в чем нам отказала господа Зе. Возможно, госпожа Зе не поняла еще одну мысль Владимира Теренча. Ладно, покажу ей фото. Четыре и пять. Что нам бедным делать? Вот это мой сын Артем посадил. Тут и сказал бы ученый Кот Матроскин, куст один, и чтобы не нарушать отчетность, давайте-ка настрижем одного единственного множества веток. Разрежем на фрагменты и получим генетически однородный материал. А теперь о прививках. Любая прививка, даже самая неудачная, а точнее, сращивание или попытки сращивания подвоев, находящиеся на разных ступенях аэляционной лестницы, внутри вида и разновиданная, разновидовая. Да, расшатывает наследственность. Да, мы используем эту возможность. И речь о генетической чистоте, ну, хоть тут вы правы, вообще не идет. Вот. Но я бы на вашем месте обручился не на этот метод, а проклятой современной наукой, проклятой, подчеркиваю, не проклятой, а проклятой современной наукой, но возрождаемой нами в экзотипной гибридизации. А на разрушение геномов, вот на что ваш гнев, на разрушение геномов радиации химикалями и отбор того, что получится. Скобка, генетических уродов, тут надо действовать скрицательных знаков. Будет проклят этот передовой способ. А в моем примере. Вот я нахожу рядом с мертвыми веточками, на практически мертвом дереве, единственную или почти единственную абсолютно здоровую ветку, просто последнего года. Так. Видели? А вот еще. Помечаю ее. Ближайшим началом зимы отрезаю новый прирост и объявляю на весь мир. У меня в руках еще одна суперветка. Внимание, еще по столу от железного. Ветка выросла из особой почки. Природа предназначена для таких случаев выжить и дать потомство за пределами выживания вида в целом. Спасибо, что вы, Владимир Терри, заступили за меня и дали право считать отрезанную ветку в дальнейшем привитую на новое растение клоном. Остается только обвести новый термин. Прививка – да, клонирование. А прививка – да, клонирование. А прививка – да, клонирование. А прививка именно отобранных природой мной выросших, выживших из сверху высоких почек веток – новая селекция. Новая селекция. Внимание, селекционное клонирование. Подчеркиваю, вот это вот мировое открытие, скромное, рассчитанное на Нобелевскую премию. Когда-то будет повторено, проверено учеными, ни русскими, ни советскими, ни российскими. Ибо они подадут заявку на Нобелевскую премию и получат. Наши преимущества, что она самая северная на планете страна, и мы не можем этим воспользоваться. И вообще у нас с нашим свиным рылом, наша ученая, наша академия считается, что у нее свиное рылок, она рядом даже не пытается соваться. То есть отстаивать свои открытия. Для нее, наоборот, это унижение, что какой-то металлург сделал мировое открытие. Так вот, уважаемая Паненка Зе, дальше играю в вашу пользу. Здесь-то и нужно было подлавливать меня с терминами. Слабое место наших с Владимиром Теоргиевичем, мы оба признаем это, терминов. Неминуемое влияние подвоев, не позволяющие считать привитую часть дерева чистым клоном. Тут тебе и признаваемый наукой ментор, и соответственно клоновая изменчивость. И даже непризнаваемая наукой, но вполне реальная для нашего круголюбителя вегетативной гибелизации. О том, что каждая, даже ростовая почка, содержит в себе весь набор полуклеток. Вы знаете? А? Ну откуда? Нет, конечно, это не из учебников. А выводы, которые последуют за этим утверждением, сделали? Хотя бы теперь, глядя на фото номер 8 и номер 9. Видите, с одной почки мощный росток и плод. С одной почки. Я уже много лет утверждаю, что именно ростовые почки имеют запасной вариант. Половые клетки, возможность в исключительных случаях давать урожай. Это значит, что между сеянцевой гибридизацией и гибридизацией и гибридизацией принципиальной разницы нет. Исчезает камень преткновения между лысенковцами и генетиками. Не надо напрягаться и на словах, как у всех принято, и доказывать, что половые клетки проникают через сварочный шов. Половые клетки проникают через сварочный шов. Вверх или вниз. Или не проникают. А вездесущие блуждающие гены не имеют преград. Еще раз подчеркиваю. Привой не оскопленный кусочек ткани. Раз там ростовые почки есть половые клетки. Эх, вы упустили такую возможность припечатать меня, как самозванца. А знаете, как кусали локти некоторые специалисты от науки, которые сами не додумались до моих новых эффективных агроприемов. И остается им бедным отрицать, отрицать и отрицать. Самолюбие и досада победили новое направление. Вот представьте себе, что вы на машине времени вернулись в прошлое. Сегодняшняя информация от железа. Вы в прошлом, никто ничего не знает. Разве удержались бы от соблазна и не объявили бы на весь ученый мир, что почки почки рознь и новый путь селекции реален. Но от своего имени. И так как не догадался я не едино степененный садовод со связями, а любитель железов, то вам им остается только кусать локти и доказывать свое. Лишь бы унизить. А я в ответ на эмоции. Все лишь прошу факты. Прислать фотографии сада каждого обозренного оппонента, где по классической схеме выращен сад не хуже, пусть даже в более благоприятных условиях. Оппоненты в ответ просто скромно исчезают. Вот и вы исчезли. Так где же ваш правильный сад, уважаемая Зе, без уханалий? Или все из книг? Поверьте, уважаемая оппонентка, дело не в терминах, а в том, что о том, как вам, наиболее грамотным специалистам, теперь уже по-научному объяснить, не невозможность, а наоборот, то, что происходит в Приморье, у Бродского, Боднера, Железова, Сибири, Латинкова, на Урале, ну вот самолюбие не позволяет. Наша дискуссия. Сами напали. Всего лишь очередной мелкий укус. Более в стакане воды. Но вы, легионеры, берете количество и стоите между нами, любителями и властью, каменной стеной. Ни одного байта полезнейшей для России информации не проникает в верхние стажи. И не гложет вас совесть, что лежит неопубликованная книга о новом садоводстве, что студентов-выпускников вузов нельзя на пушечный выстрел подпускать будущим закладным промышленным садам. А несчастным школьникам за годы учебы внушается стойкая непрессия, даже ненависть в биологии. И подскрипным еще от одного нашего, нашего Юрия Алексеевича Лутенкова. Лутенков в этом месяце, сейчас у нас март 2001 года, умер царство ему небесное. Сейчас его душа в раю, сейчас он там работает, в райском саду. Юрий Лутенков. Эффект прививки Мичурин объяснял смешивание элементов в наследственности партнеров. Так он писал, вообще нужно знать, что влияние подвоя на молодой сианец гибрида, первые годы ее развития, проявляется в большей силе. И в таких случаях гены привитого гибрида смеются с генами подвоя. В следствии чего выращивание деревца, такого прививка, представляет собой не тот сорт гибрида выращенной семени, а уже вегетативную смесь его с видом подвоя. Получаемые организмы со смешными признаками прививочных компонентов, Мичурин называл, вегетативные гибрида, равными половыми. Вот смотрите, равными половыми. Я категорически утверждаю, это он видимо цитирует Мичурин, что при соединении прививка частей растений двух разных форм, и в особенности двух различных видов или родов растений, за редкими исключениями, почти постоянно наблюдается явление изменения в строении соединенных частей, с доминирующим уклонением в сторону одной из двух соединенных форм. И далее, основывать сомнения, тем более совершенно отвергать возможность вегетативных гибридов, лишь на том, что в деле садоводства привитые культурные сорта растений на разнородные виды подвоев не претерпевают, естественно, заметные изменения, слишком наивно, чтобы не сказать более. Возражение, состоящее в том, что изменения в гибриде, вызванные прививкой, обнаруживают неустойчивость при переносе привитого сорта на другой подвой. Мичурин отводил ссылкой на такую же неустойчивость половых гибридов в течение первых двух-трех лет. Видите, он сравнивает вегетативные гибриды, половые не видят разницы. Если вегетативный гибрид выдержит несколько лет в тех же условиях, он приобретает полную устойчивость. Так, в скобках это Летинко пишет. ВК Железов пошел еще дальше. Он получил уклонение клоны с испытыванием сорта формы, причем визуально более развитых, чем материнские. Снял сорт образцы, то есть черенки слои или их отклонений, методом супенчатой перепрерывки, добился расшатывания наследственности, наслоения изменения свойств, прошел точку невозврата и получил селекционный клон, новый сорт, пластичный с явлением гетерозиса. По существу открыл третий путь селекции. Вот так. Получен гибрид сувенир-востока со всеми признаками абрикоса. Визуальный черенок неотличим от абрикосового. Убежденный формирующий влияние подвое на привой и обратно, Мичурин сознательно подбирал вегетативного ментора и способ его использования для придания вводимых им сортов таких качеств, как ускорение начала плодоношения, урожайность, большая величина плодов, хороший вкус, увеличенное содержание сахара, способное долгому хранению зимой. Кстати, видите, молодец какой. Большая величина плодов. Вот эта фраза, вот этот, вот, это привело меня к мнению, что когда-то началось все с культурных деревьев. Не с диких, которые постепенно мы улучшали якобы, вот, сказка, натуральная сказка. Вот, вот, мы, когда стали людьми, у нас уже не в садах, а в лесу росли культурные сорта высочайшего качества. Вот, это все близко к тому, к саду из Эдема. Вот. В способности изменяться под влиянием ментора обнаруживали и такие признаки, как окраска и форма плодов, строение кородовой системы и прочее. Делая прививки, испытывая у сортов прикорные поросли, мы реально можем продвинуть многие сорта в северный регион, или, по крайней мере, усилить их морозостойкость. Вот так, друзья. Осталось несколько минут. Вот, и опять показываю вам лакханалию, ту самую, которую я получил по морде лица. Вот она, лакханалия. Извините, показываю регулярно, в надежде, что к нам присоединяются новые слушатели. А для них, вот, без этих картинок, без этих картинок, все, основное выглядит набором слов. Ну, непонятная дискуссия по принципу, пойди догадайся, кто прав. Только вот это вот перевешивает. На мою тяшу весов склоняется вот эта лишняя гирька. Все время не могу доделать. 2008 года, ой, 2018. Это только вот на несколько лет, а там дальше вот еще пошли, 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 пошли. Вот, другое дело, что сейчас все показывать не буду. Вот. Вот такие вещи, которые случаются. Попробуйте поверить, что это академик. Кто знает академику, говорит, да невозможно. Невозможно. Вот. А это никому ничего не доказывать. Как такие слушатели говорят? Черт меня, черт меня. Вот. Перекрестился и дальше пошел. Вот так, друзья. Вот это вот. Закончил я эту дискуссию с Дамой Зе. Вот в этой гостевой книге, когда-то была разгромная, целая практически статья. А вот те, которые меня сто процентов поддержали, к сожалению, его уже нет с нами. Вот. Его уже нет с нами. Сейчас я найду нашу с ним телемост. Его увозите сюда же в гостевую книгу ключу. И вы увидите уникального человека. Вы увидите и поймете, что потерял научный мир. Вот. Человек, который научный мир, нас обозвал с ним хаманами. У-у-у. Какие мы страшные. А еще здесь вот каждую неделю мы проводим, я провожу вебинары. Вот они. По понедельникам, 16 часов по московскому времени. Вот здесь можно дорегистрироваться. Для этого можно попасть на мой сайт. Набрать в поисковике сайт Садовода Железова по-русски. И мы окажемся в саду. И в этой уникальной фотогалерее. И главное, в этой гостевой книге, где вы можете общаться, задавать вопросы. Вот. И будем двигаться вместе. На этом, друзья, я заканчиваю наш разговор. До свидания вам. До свидания, Юрий Алексеевич Владенков. Я не сказал прощай. Загробный мир существует. Твоя душа жива. Вот. Просто на том свете, в том загробном мире, в райском саду, некому заниматься. Видимо, скоротечная смерть объясняется тем, что Юрия Алексеевна там нужнее. До свидания, друзья. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»